В системе государственного управления в современных реалиях необходимы руководители с ярко выраженными лидерскими качествами, мотивированные, нацеленные на высокий результат, способные мыслить масштабно и менять жизнь к лучшему. Об этом не раз говорил глава государства, и именно для этого в регионах на базе област полкомов были созданы перспективные кадровые резервы. Вполне возможно, что именно эти молодые люди в скором будущем станут определять дальнейшее развитие не только конкретного района или области, но и всей страны в целом. Одной из форм работы с перспективной молодежью являются семинары, цель которых – совершенствование знаний, профессиональное и личностное развитие. Сегодняшняя встреча – это часть этой системной работы с молодежью, с перспективным кадровым резервом. И я вижу, что это приносит результаты. С другой стороны, мне тоже очень важно было видеть потенциал, видеть новых людей, новые кадры. И эти встречи позволяют обратить внимание на тех или иных людей с учетом потребностей области, республики. На данный момент перспективный кадровый резерв Брестского облсполкома состоит из 65 человек. Это 37 мужчин и 28 женщин. В него входят 45 специалистов из разных сфер в возрасте до 31 года, а также 20 одаренных, преуспевающих в учебе и общественной жизни студентов. Преимущественно они обучаются на технических, экономических и гуманитарных специальностях. В кадровом резерве я с 2017 года. Ежегодно у нас проводятся различные семинары, нас собирают в различные группы. Мы ездим по предприятиям. Вот я нахожусь в экономическом блоке, поэтому нам показывают ключевые, передовые экономические, с точки зрения экономики предприятия. Что касается таких встреч, конечно, они необходимы. Очень радует то, что можно в формате диалога внести какие-то свои предложения, обсудить что-то. Эти беседы, встречи, семинары – это для нас очень большой плюс, что мы можем развиваться не только как на своем предприятии, но и в области, и в республике в общем. То есть мы что-то для себя узнаем новое. И с этим самым мы растем. Встреча прошла в формате открытого диалога. Помощник президента Республики Беларусь, инспектор Побресской области Валерий Вакульчик с интересом пообщался с молодыми людьми и закрепленными за ними наставниками. Обстоятельно ответил на поставленные вопросы, рассмотрел внесенные предложения. Высокий потенциал. И, конечно, глядя на них, от тимизма смотришь в будущее. Потому что берет и гордость за наш край, за нашу малую, большую родину. Я вижу, что она в хороших, надежных руках. Проявляя себя, каждый из участников резерва получает реальный шанс стать управленцем высокого уровня, влиять на процессы в обществе и будущее страны в целом. Всего за 2021-2022 годы 13 человек из резерва получили повышение по службе. Причем в ряде случаев они уже занимали ответственные должности в государственных органах и организациях.